Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Ну вот, пролетел я август, и лето подходит к концу. И по традиции я хочу поделиться своими итогами рукодельного месяца. Давайте посмотрим, что у меня вышивалось и какие у меня получились успехи. Вообще, август у меня получился очень плодотворным месяцем в плане рукоделия, не в плане моих жизненных других планов, ну, в частности, мои курсы, которые я очень хотела закончить именно в августе. Закончить их не получилось, потому что люди разъехались в отпуск, и придется мне их, в общем, растягивать еще на неопределенное время, так как там от меня не зависело, нужен был напарник. Я свою теоретическую часть, в общем-то, быстро сделала, а напарника мне не нашлось. Ну вот, это такое отступление. Давайте вернемся к вышивке. В этом месяце у меня действительно хорошие результаты, и вышивала я работы, так получилось само собой, я ничего не планировала, примерно по неделе, по несколько дней, в зависимости от сложности дизайна. И первым процессом этого месяца стал вот такой дизайн от фирмы Ланарта, точнее, дизайнер Маржелин Бастин. Сейчас вы, конечно, видите обложку набора Ласка, но от Ласка здесь осталась буквально только схема, все остальное я заменила и основу, и ниточки. Основу я выбрала линду 27-го каунта, это Цвайгард. В начале я начала вышивать ниточками из набора. В набор здесь вложены ниточки Ройл Бродери. Я не знаю, что это за ниточки, ну, вроде бы они не такие уж и нормальные нитки. Но, когда я добралась до вот этого розового листочка, это листик розы, который упал, то мне захотелось сравнить цвета с ниточками ДМС. Мне показалось здесь, ну, какой-то такой очень грубый переход. И да, действительно, ниточки ДМС очень сильно оттенки отличались. И вот на этом этапе я приняла решение, что нужно заменить обязательно на ДМС полностью, чтобы уже не оставлять ни те, ни сомнения, что у меня там получится правильно, неправильно я вышиваю, да, не терзать себя сомнениями в процессе вышивки. Поэтому я все заменила, полностью собрала все ниточки ДМС. Часть ниточек у меня была, и немножко мне нужно было подкупить. Вот еще один моточек на запас, эта ниточка у меня заканчивается, и я сразу приобрела на запас. Вот так они у меня в контейнере. Видите, хорошие ниточки. Вот. Что могу сказать по поводу этого дизайна? Я уже говорила, что много лет я мечтала начать вышивать этот дизайн. У меня не было ни схемы, ничего. Покупала я этот набор очень-очень давно, но еще на заре своей вышивки, когда я не знала чьи-то дизайны, я вообще думала, что это Дименшинс. Вот. Поэтому схему найти я тогда не могла. И я купила этот набор хотя бы ради схемы. Вот так вот я тогда себе планировала, потому что я не знала, какое будет комплектующие наполнение этого набора. Ну, думала хотя бы ради схемы. И вот он лежал, я мыслями периодически возвращалась к нему, к этому замечательному дизайну. И в этом году в процессе, в совместном проекте «Апрель. Месяц стартов» я решила все-таки приступить к этому дизайну. Но, как обычно, у меня без приключений же не бывает. Мне нужно создать себе проблему и потом ее очень активно решать. Сейчас я вам покажу и напомню. Вот так выглядит моя канва. Вот. И вы видите, что вот с этой стороны мои первые начинания, гнездышко, да, я еще так и не распорола. Вот в чем заключалась вся проблема. Я начала очень близко к краю канвы, и у меня оставались очень маленькие поля, отступы для оформления этой работы. Так как здесь идет неполная зашивка, здесь букет, здесь цветы, для таких дизайнов обязательно нужно пространство, их нельзя зажимать в раму. И я себе вот представляла, что если у меня это будет очень сильно зажато, я буду себя корить и мучить за свои ошибки. Поэтому я хотела вышивать на новом отрезке ткани, но потом, я вам уже рассказывала, в процессе меня осенило, я перемерила мой отрез линды и поняла, что я просто сделала ошибку и неправильно расположила дизайн. Вот ниточками сейчас видно, что есть очень хорошие поля. Я специально оставила с левой стороны на полсантиметра больше отступ, чтобы можно было более правильно расцентрировать работу. Что могу сказать по отшиву данной работы? Очень-очень хорошо вышивается, хорошо продумана схема, все замечательно. И решив какие-то технические эти вопросы, работа полетела. Мне хотелось безумно добраться вот до этого гнездышка и вышить вот эту красоту, чтобы уже увидеть какой-то результат. Очень-очень нравится. Я нашла только один процесс, отшитый в интернете, но потом тоже эти фотографии куда-то исчезли. Потеряла я эту страницу или удалили, не знаю. И поверьте, оторвать глаз невозможно. Очень красивый букет, яркие цветы. Вот. Я повышивала, так сказать, отвела душу, получила удовольствие от этого процесса и отложила. Потому что вот у меня в августе само по себе было такое настроение менять процессы, вышивать. У меня много начатых процессов. Первый раз такое количество. Но мне нравится, потому что периодически мне хочется вышивать то один, то другой. И хотя бы вот так они у меня продвигаются. И я получаю удовольствие. Меня не мучает вот это, знаете, внутреннее чувство, когда хочешь начать какой-то процесс, а тебе нужно закончить пять, которые уже начаты. Ты и себе этого не позволяешь, и мыслями уже думаешь о другом процессе, и вот начатые процессы нужно заканчивать. Я решила себя не терзать. Я буду вышивать вот потихонечку, по настроению, какой хочу, процесс такой буду вышивать. И знаете, мне очень нравится. Я себя отпустила, я себя не сдерживаю обязательствами перед собой, а просто наслаждаюсь. И мне очень-очень это нравится. Вот такой кусочек у меня вышился. Дальше будет вышиваться у меня по плану, я не знаю, когда это будет, но планирую вышить вазу. Там несложная схема, и должно вышиваться легко. Поэтому буду вышивать вазу. Ну, а дальше уже будет видно. Вот, это процесс номер один. Перейдем, давайте, к процессу номер два. Цесс номер два. Лан Свит, Спи моя радость. Если честно, я не помню уже порядок, как я их вышивала. Просто буду показывать процессы. Если уж где-то я перепутала, вы меня простите. Время уходит, какие-то моменты забываются. Поэтому я вот когда снимаю начало процесса, стараюсь уже снимать какие-то сразу фрагменты, какие-то мои впечатления. Потому что действительно вот за месяц в круговороте всех дел забывается. Я знаю, девочки ведут тетрадки, записывают. Но я не могу висеть тетрадку. Честно вам скажу, мне лень. То время, которое у меня есть повышивать, мне лень еще сидеть и что-то писать. Я просто наслаждаюсь вышивкой. Вот, поэтому какие-то моменты у меня, конечно, и теряются. Но что делать? Вот как есть, так есть. Итак, что у меня получилось? Получился у меня вот такой вот хорошенький маленький кусочек. Это, наверное, 1,5. 1,5 процесса примерно я так на глаз прикидываю. Вот, глядя на картинку основную. Процесс, этот набор, он замечательный. Я вообще так довольна наборами лансвит. Проработка здесь на высоком уровне. Очень много бэкстича. Я в отчете вам уже рассказывала, как сложно было вышивать бэкстич вот на этой зелени. На зелени, с левой и с правой стороны. В принципе, и на тапочках было сложно, но здесь еще терпимо. Вот зелень здесь требует особого внимания, чтобы все получилось красиво. Ну вот сейчас, глядя и вживую, и через камеру, конечно, ну, это волшебный дизайн. Волшебный. Хочется поскорее к нему вернуться. Милые тапочки. Вот коврик с тапочками сверчка. Одеялко я уже вышила. Здесь бэкстич. Немножко ножки, листик. А вот где голова и его подушка, еще бэкстича нет, потому что нужно дошить еще сверху крестики. Я так не вышиваю бэкстич, если нет всех крестиков сверху. Вот здесь начинается уже гамачок и одеялко зайки. Ну, очень милый сюжет. Все здесь нравится. Вышиваю я здесь и парковкой, и по цветам, где как могу. К синей конве постепенно я привыкла. Вначале было очень медленно. Я не могла как бы сориентироваться, как мне вышивать. Но потом пристроилась, и процесс пошел. Мне хотелось дошить до какого-то, выровнять себе высоту. Я это сделала. И потом перешла на другой процесс. Мне захотелось немножко отдохнуть от кропотливой работы, потому что здесь я много дней уделила этой работе. Казалось, что там у меня должно отшиться пол работы, но вышелся маленький кусочек, потому что конва мелкая, 18 каунт, и очень кропотливая. Но я рада, что он начал двигаться. И если я буду вот так набегами приходить и вышивать такие полосочки, то, в принципе, за год я ее отошью. Я сильно не гонюсь. Вот как идет, так идет. Буду отшивать этот процесс. И в пару мне есть еще другой наборчик, который называется «Радость на двоих». Там два зайчика с тортиком. Это, на мой взгляд, два парных набора. Я его тоже вышью. Конечно, этот набор по мелоте, наверное, номер один, потому что столько здесь красоты. И всем нравится. Шикарный вообще набор. Я рада, что я его купила в свое время. Но буду стараться вышить потом и второй. Нитки здесь ДМС. Очень качественные, очень хорошие ниточки, яркие цвета. Ну, в общем, этот набор на пять с плюсом идет. Всем рекомендую. Вот смотрю и не могу никак закончить этот фрагмент видео. Потому что любуюсь и не хочется переключаться. Но, тем не менее, перейдем к следующему процессу. Следующий процесс это процесс, который я вышиваю в совместном проекте «Сделай своими руками», которые организовали девочки. Я оставлю ссылку на этот совместный проект. Вышивается этот дизайн шерстяными нитками. Я сейчас открутила раму показать вам полностью, что у меня вышито, стойки, какой высоты. Ну и вот первый этаж отшился. Сейчас покажу поближе. Вот, что у меня получилось. Кстати, хочу отметить, что девочки, когда я делала отчет, ну, какие же вы внимательные. Это просто удивительно. Я показывала подробно бэкстейч. И девочки усмотрели недочеты. Какие-то линии, которые были пропущены. Они действительно пропущены. И я их еще не вышила, потому что нитки я уже убрала. И мне было лень доставать. Но я об этом помню. И обязательно, когда я вернусь к этому процессу, я эти линии дошью. Честно вам скажу, вышивать бэкстейч здесь было очень сложно. Терпение у меня просто, знаете, вот шью, шью. Вот устала уже, прям хочется все, снять ее и убрать. Потом пойду, похожу, кофейку выпью. Думаю, нет, ну, надо дошить, вот, надо дошить этот уровень. Сяду опять, сижу, карплю, вышиваю бэкстейч. Вот так вот набегами, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я вышила весь бэкстейч. Получился у меня, закончился весь первый этаж. Буду теперь вышивать серединку. Там, где идут часы, циферблат. Ну, в общем, работа, конечно, красивая. Да, есть здесь сложности с нитками, постоянно жалуюсь вам. Ну, уже сейчас не буду жаловаться, просто показываю вам, какая красота получилась. Кстати, хочу немножко вам показать мои ножнички. Показать немножко и Марине мои ножнички, что я пользуюсь ее вещицами. И не просто пользуюсь вещицами, мои ножнички. Мои ножнички теперь просто стали модницей, ножничками модницей, потому что мне нравится переодевать мои очки под процесс, под настроение. Вот сейчас осень, и мне почему-то захотелось одеть вот эту афору, этот кувшин восточный, с теплыми такими рубинчиками здесь, красивыми. Не знаю, почему-то у меня с осенью ассоциируется. И знаете, вот не было, ну как-то и не знаешь, как оно. А вот когда появилось, хочется еще купить разных маячков, разных аксессуарчиков, чтобы радовать себя в процессе вышивки интересными вещами. И, кстати, удобно. Я думала, как вот подболтается, да, как оно там себе можно этим пользоваться. А оно, знаете, очень удобно, и держать ножнички даже удобнее. Есть вот этот шнурочек. В общем, и красиво, и практично. Ну вот, немножко отвлеклась, отошла от темы. По этому процессу все понятно, я вам показала, есть еще над чем работать. Благодаря совместному проекту с девочками потихоньку, потихоньку, я думаю, что я справлюсь с этим дизайном, и он у меня вышнется. Ну, а мы давайте перейдем к следующему процессу. После кропотливой работы по набору ланцвит, после сложной работы с шерстяными нитками по процессу волшебные часы, мне захотелось переключиться на какой-то легкий, такой простой процесс, чтобы вот вышел, вышивал часик-два, и получился готовый результат какой-то видимый, чтобы схема была легкая, без смешений цветов и всего прочего. И это процесс от чариной мыти чай с клубникой. Я даже сделала такую получилась интрига, я спрашивала у девочек, а какой вы думаете будет набор следующий, и мне писали разные наборы, процессы, но этот никто не угадал, и я еще дополнительную интригу сделала в моей страничке ВКонтакте, я начала выкладывать фотографии отшива другой работы, то есть этот процесс я вышла, фотографии я сделала, но я их придержала, а стала потом выкладывать фотографии другого процесса, поэтому девочки подумали, что именно тот процесс, процесс отдыхалочка, но нет, процесс отдыхалочка это вот этот, очаривный мытье, да, схема здесь очень легкая, здесь не нужно сильно думать, разметка даже не нужна, вот видите, я человек разметки, а здесь и без разметки вышиваю, что для меня вообще не свойственно, и процесс очень хорошо продвигается, единственный минус здесь это нитки, нитки очень тонкие, старые ПНК, не очень с ними хорошо работать, но я уже говорила все в моем отчете по этому процессу, не буду повторяться о нитках, хочу поговорить о результате, а результат здесь действительно прекрасный, посмотрите, какая замечательная баночка с варенья получилась, здесь используется и крестик в три нитки, и крестик в одну нитку, и полукрестик в одну нитку, и получилась очень естественная такая бумажечка, когда закрывают баночку с вареньем, делаю такую бумажечку, этикеточка красивая, чайничек мне очень нравится, какие-то вот тут цветочки по углам торчат, ну, очень милый, домашний, такой уютный, скажем, сюжет, остались силуэты для зашивки бисером, которые я буду вышивать уже в конце, уже хочется мне опять вернуться к этому процессу, потому что он вот легкий и дает почувствовать результат работы, ну, пока он полежит, а когда придет время, я обязательно к нему вернусь, ну, и остался у меня еще один процесс, давайте я вам его покажу, и еще один процесс этого месяца, мое новое начинание, да, я открыла еще один наборчик, это кастом крафт с овывлоном свете, с этим наборчиком я вступила в совместный проект от Ольги Хобби Арт, ссылки все оставлю в инфобоксе, не удержалась и начала этот сложный процесс, но очень интересный, что могу сказать по поводу этого процесса, по поводу моих первых результатов, результаты у меня вот видите небольшие, здесь отшито всего 800-900 крестиков, вышиваю я на кюснапах и вышиваю я на руках, беру одну нитку и на территории двух квадратика вышиваю цвет и потом ниточку или паркую или стараюсь дошить ее до конца в зависимости по ситуации не очень сложный, но не очень простой пока сложно мне описать этот сюжет и схему нет больших участков зашивки крестика но и нет одиночек одиночек все вышивается какими-то грубками два три крестика и вот так они разбросаны два три крестика два три крестика вот получается конечно красиво вот я вышиваю ну наверное какой-то здесь камень земля вот он с этой стороны с правого нижнего угла я начала нестандартно вот смотрится красиво реалистично здесь очень-очень хорошие ниточки вот у меня и в моем петухе от кастом крафца в этом наборе нитки дмс но они какие-то они особенного качества я уже так говорила с ними так удобно работать они блестят получаются крестики ровные аккуратные сами получаются да вот сразу видно качество что где-то нужно ниточку поправлять геннаперском укладывать а здесь ничего не нужно крестик сам ложится и получается красота мне нравится вышивать но немножко сложно потому что я не могу найти для себя технику отшива данного дизайна пока вышиваю вот таким методом беру нитку и на территории двух квадратиков вышиваю все цвета потом паркую покажу вам из-за того что идет из-за того что идет таким образом вышивка изнанка у меня вот такая пушистенькая я вообще не задаюсь никогда изнанкой она меня практически не волнует я конечно не делаю ни узлов ни больших протяжек стараюсь сделать ее аккуратным но сильно себя не озадачиваю здесь вот изнанка она такая вот ну плотненькая потому что часто меняется нитка и идет большой разброс поэтому как-то меня немножко смущает этот момент но я думаю что в процессе я разберусь я для себя как-то определюсь так ну что значит планы на сентябрь месяц мне нужно дошить этот лист это девятый лист он маленький то есть он будет вот здесь по-моему заканчиваться тут еще нужно вышить 400 крестиков и будет закончен девятый лист дальше я начну немножко лист восьмой который рядом с левой стороны и начну немножко лист сверху чтобы уже начинать расширять этот квадрат я не обещаю что много вышью но буду стараться хотя бы по тысячу крестиков в месяц вышивать может быть в какой-то месяц будет и побольше ну такими темпами мне досов еще конечно далеко шить и шить пока такими темпами буду шить пол жизни корягу еще тут какие-то коряги землю ну может быть когда-то доберусь и до сов совы конечно здесь ну сногсшибательные белые совы у них такой взгляд пронзительный мимо этого набора я пройти никак не могла и надеюсь что я его вышью ну обязательно вышью по времени не будем задаваться это уже дело такое но обязательно я его вышью и будут у меня в доме эти красивые совы ну вот девочки такие у меня результаты моего рукодельного августа я считаю очень хорошо у меня все получилось какие-то работы продвинулись хорошо есть и новый процесс в общем я довольна своими результатами и позвольте мне обратиться к вам с большой просьбой конечно может быть не совсем правильно но у нас очень такое сложное положение вы знаете что я живу в Греции в Афинах у нас с мужем есть выставочный зал с терапевтическим оборудованием и мы каждый день принимаем людей совершенно бесплатно для того чтобы они проходили лечение да-да вы не ослышали совершенно бесплатно вы скажете как вы живете что как может лечебный центр принимать людей бесплатно все очень просто таким образом мы рекламируем нашу продукцию и конечно же люди видя результат по своему здоровью приобретают это оборудование чтобы можно было дома в любой момент проходить делать какое-то лечение на совершенно разные заболевания так вот мы сейчас привезли новое оборудование открыли новый магазин магазин где мы были много лет пришлось закрыть и ну в общем мы переехали не буду вдаваться в подробности в общем переезд был вынужденный мы по обстоятельствам вынуждены были переехать в другой район открыть другой магазин и поэтому часть наших клиентов мы потеряли так как они не могут приезжать к нам в этот район да сейчас у нас такой сложный этап нам очень нужна рекламная поддержка девочки вы простите но кто может пожалуйста перейдите по ссылке которую я оставлю в инфобоксе на нашу страничку в фейсбуке да она на греческом и вам непонятно но я попрошу вас просто поставьте лайк вы нам этим очень-очень поможете и также хочу поблагодарить всех девочек которые уже перешли и поставили лайк так как я оставляла эту информацию также и на моей страничке вконтакте и девочки поддержали поставили лайки пожалуйста прошу кому не сложно у кого есть страничка в фейсбуке это вообще не сложно перейти и просто поставить лайк спасибо вам большое за поддержку желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч пока-пока